физкульт привет друзья ученики просто случайный зритель сегодня в очередной раз отвечаю на очередной вопрос но он уже повторяется в тысячный раз друзья почему вы не находите время пересмотреть ролики по этому вопросу по этой теме статьи почитать ведь там все будет более подробно статьях разложено что как и почему в чем вопрос вот парень мне пишет егор я тренируюсь очень поздно по графику мы так понимаю из-за работы или за учебы неважно и после тренировки остается времени до сна 2 часа что мне есть приходя домой быстрые углеводы вы не рекомендуете если бы вы друзья прочитали все мои статьи о питании и особенно о инсулине а также есть статья после тренировочное питание то вы бы не задавали такой вопрос почему потому что там я все подробно объясняю во-первых не важно во сколько заканчивается ваша тренировка и сколько остается до сна в любом случае очень важно съесть быстрый углевод или просто сахар для того чтобы поднять уровень инсулина при соблюдении всех правил питания в течение дня течение суток это правило неизменно также вы должны повысить уровень инсулина сразу после окончания тренировки до заминки до того как вы пойдете в душ вы должны сразу повысить уровень инсулина запоминаем да и следующее если у вас остается два часа до того как вы ляжете ко сну после тренировки и за два часа до сна как вы придете домой после тренировки это две большие разницы конечно если вы живете в пяти минутах то не такая большая существенная разница почему потому что вы знаете следующее правило нашего рациона это не есть за два часа до сна ну край полтора лучше два и чем старше вы становитесь тем промежуток это должен увеличиваться чем старше вы тем больше времени у вас должно пройти между тем как вы приняли последний прием пищи и подходите ко сну это очень очень важно понимать это важно для того чтобы гормон роста работал чтобы он выделялся потому что полный желудок не то что будет блокировать но будет существенно снижать понижать уровень выбрасываемого гормона роста после того как вы поели неважно какую пищу любая пища имеет инсулиновый отклик инсулиновый индекс не только гликемический индекс нужно знать важнее знать понимать инсулиновый отклик инсулиновый индекс обо всем об этом я пишу в статье и в моих книгах рассказываю так вот если у вас остается мало времени меньше чем полтора-два часа как вы пришли домой после тренировки то вам необходимо последний прием пищи брать с собой точно так же как и быстрый углевод для того чтобы принять его сразу после тренировки это тоже очень и очень важно понимать и делать на самом деле ничего сложного в этом нет заранее приготовить куриную грудку себе или нежирную рыбу яйца в конце концов но яйца с собой таскать неудобно запах от них страшно когда вы будете их потреблять поэтому я не рекомендую естественно никаких молочных продуктов никаких творожков и даже если вы будете заменять этот последний прием пищи на протеиновый коктейль то он должен быть на воде не на молоке если у вас остается два часа после того как вы пришли домой после тренировки то смело можете покушать дома ничего с собой не беря но если у вас такой возможности нет если времени остается мало то приходится брать с собой в конце концов это не тяжело в наш современный век технологий различных сумок холодильников контейнеров на самом деле это не сложно хочу дать совет для тех кто устал уже есть эти куриные грудки во первых вы можете перейти или иногда чередовать и вместо куриной грудки употреблять индюшачью кстати она более сочная она легче кушается но если у вас нет возможности по той или иной причине и есть возможность покупать только курицу куриные грудки то следующий совет вскипятите воду когда она будет кипеть порежьте грудку маленькими кубиками прям вот реально очень маленькими и бросьте в воду на 30 секунд максимум минуту она очень быстро сварится если сомневаетесь ножом разрежьте кубик если он там внизу не будет красный не сырой то готово но моя практика показывает что если вода кипит и кубики действительно маленькие 30 40 секунд достаточно получается очень быстрое приготовление и что самое важное курица грудка остается сочной не такой сухой как если вот ее варить куском иногда уже такие куски просто в горло не лезут вы это сами прекрасно знаете чтобы избегать этих моментов приготовьте курицу таким способом обязательно если вы хотите чтобы ваши силовые показатели и мышечная масса росла при этом не зарастать жиром и даже отвечая на очередной возникшие у многих вопрос а если я хочу похудеть нужно ли мне высоко инсулиновый выброс сразу после тренировки особенно вечером да друзья нужен потому что инсулин я уже не раз говорил транспортный гормон помимо того что это самый сильный анаболический гормон от него зависит куда пойдут питательные вещества в жировые клетки или в мышечные и с помощью грамотного тренинга о чем у меня тоже есть статьи и видеоролики и именно в первую очередь с помощью грамотного питания мы можем регулировать эти потоки куда инсулин будет складировать наши с вами питательные вещества в мышечные клетки или в жировые я думаю что любой здравомыслящий человек у нас естественно выберет вариант мышечные во первых будет и восстановление лучше и мышечный рост будет лучше во вторых не будет у вас никаких проблем с тем чтобы избавляться от лишних жировых накоплений и все будет хорошо друзья если у вас есть какие-то вопросы смело их задавайте но сначала зайдите на мой сайт не поленитесь посмотрите там есть ссылки на название статей 99 процентов задаваемых присылаемых мне вопросов уже давно освещены если вы не найдете ответа присылайте вопросы лучше всего это сделать написав комментарий на моем youtube канале под любым видеороликом и я все эти вопросы озвучиваю или отвечаю вам лично всем пока увидимся в тренажерном зале